МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Спасение Спаска. Возле областного центра развернут штаб МЧС. Сегодня на место прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Приземленное небо. Всероссийский аэровоздушный фестиваль стартовал без полетов. Дышите в маску. Рекомендации врачей в случае появления смога от лесных пожаров. Для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов в Рязанскую область направлены дополнительные силы и средства. Об этом сегодня сообщает МЧС России. Напомним, вчера вечером ситуация с лесными пожарами в Спасском и Рязанском районах обострилась. И в область выдвинулись дополнительные силы и средства. О том, что Рязани в тушении лесных пожаров нужна помощь, федеральные СМИ и телеграм-каналы заговорили еще в начале недели. К середине обострение достигло своего пика. Впрочем, где и что горит, в Рио губернатора области Павел Молков уже четко знал. Всего сейчас у нас 4 очага пожаров. Самый крупный мы в самом начале уже обсудили. Там порядка 500 гектар. Это Кудомское лесничество, Спасский район. Еще у нас действует пожар в Рыбновском районе. Там порядка 45 гектар тушения проводится сейчас. В Спасском районе около 18 гектар тоже самое проводится тушение. И небольшое возгорание в национальном парке Мещера. Там порядка 3 гектар. Резкое обострение ситуации вынудило вмешаться мэра Москвы Сергея Собянина. В Спасский район был направлен специализированный Ил-76, который уже сбросил порядка 100 тонн воды, что несколько снизило активность горения. Тем временем, по обращению правительства Рязанской области, Федеральная авиалесоохрана стягивает в регион парашютистов-десантников. В Спасский район после ликвидации пожаров на Чукотке переброшены 14 парашютистов. Для пуска и окарауливания отжига команды Федеральной авиалесоохраны прибыли в Рязанскую область со всем необходимым оборудованием и снаряжением. Моя группа приехала на пожар в Рязанской области для оказания помощи. В связи с чрезвычайной опасностью, из-за ветров, из-за жиры, мы имеем все имущество, все снаряжение для того, чтобы работать и помогать региону. Прямо сейчас в Рязанскую область доставляют еще 28 профессиональных десантников-огнеборцев с горячих в прямом смысле точек страны. Всего их будет 42. 42 лучших в стране специалисты по тушению лесных пожаров с применением метода встречного отжига, то есть контролируемого встречного огня. Работу, то есть тушение лесного пожара, лесных пожаров будем производить вручную. Это прогрессорка минполосы с помощью лопат, мотык и бензопил и впускание встречного огня, встречного палок, контролируемого в общем. Самое эффективное тушение пожара. Ну и соответственно за плечами ранец ЛОО 20 литров. На случай, если где-то переброс, чтобы сразу быстро залить и не допустить распространения огня. Чтобы отжиг ушел именно в сторону пожара, его направляют от минерализованных полос потоками воздуха из воздуходувок и окарауливают по краю минерализованных полос, чтобы ветер не перебросил за них искры и языки пламени отжига и не возник новый пожар. Проложат минполосу десантники вручную только на тех участках, где техника пройти не сможет. И в том случае, если огонь форсирует искусственные преграды от лесничества. Опасность этого, кстати, очень высокая. У поселка Диулино развернут штаб МЧС. Координация пожаротушения идет именно оттуда. Сегодня на место прибыл глава МЧС России Александр Куренков. И в том районе сейчас работает наша съемочная группа. Кадр мы получаем практически в режиме реального времени. На связи Марина Романюк. Я нахожусь в Диулино. Это населенный пункт в Рязанской области на границе Окского биосферного заповедника в недрах которого вторые сутки пушует лесной пожар. Благодаря спецтехнике и усилению из Москвы удалось сбить верховой пожар. Однако из-за сильного ветра опасность его сохраняется. И вы видите, небо за мной, оно не облачное. Это смог полностью закрыто дымом. Едкий запах можно почувствовать на многие десятки километров от национального заповедника. Докладывали, что силы средств хватает по задаче. Сегодня ночью будут продолжаться мероприятия, необходимые по тактическим действиям, которые будут проводиться по этому лесному пожару непосредственно. В кратчайшие сроки будут выполнены все эти задачи. Авиация работает в полной мере. 12 единиц авиатехники работает. Москва, город Москва очень хорошо помогает техникой и людьми тоже. Людей хватает. В общем, будем работать. Докладывать пока нечего. Нечего докладывать, потому что когда будет результат, тогда мы доложим. Александр Вячеславович, а есть какая-то угроза населенным пунктам? Локализован ли вообще пожар? Пожар не локализован, угроза населенным пунктам пока нет. Все идет в порядке, но ситуация погодная, усложняется. В ближайшее время ждем порыва ветра по 15 метров в секунду. И минерализованные полосы, те, которые были проведены в лесхозах, огонь форсируют на сегодняшний день. Поэтому ситуация непростая, но мы делаем все необходимое для того, чтобы это локализовывать. Какова площадь? Пожар пока низовой? Еще раз. Характер пожар пока низовой? Он универсален, потому что он заходит как низовой, но резко с помощью порыва ветра переходит на верховую. Какова площадь его? В общей сложности сейчас, но здесь противоречивая информация. Информация заключается в том, что площади пожаров разные ведомства контролируют по-разному. Лесхоз, например, контролирует это как по прошедшему лесу, по сгоревшему лесу. И эти цифры впечатляют. А если говорить о кромке пожара, о горящей части, то с чем мы боремся, то это 183 гектара. Большой репортаж Марина Романюк. Смотрите завтра. Вот еще с утра в Диулина также приехал Павел Малков. И судя по всему, после обвинений Рослесхоза о том, что, цитирую, агентство РИА Новости, власти скрывали реальные масштабы лесных пожаров, не исключено, что последуют оргвыводы. И вот еще одна цитата из РИА Новости. Причиной природных пожаров в Рязанской области, как сообщают в правительстве региона, стала сухая гроза. А вот новость последних часов. На специальном совещании глава МЧС рекомендовал приостановить в Рязанской области сезон охоты, дестабилизации обстановки. Рекомендую губернаторам организовать работу по обновлению и увеличению вокруг населенных пунктов противопожарных минерализированных полос с учетом складывающейся пожарной обстановки. Обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов в целях недопущения перехода огня на землю лесного фонда. Усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков. Приостановить сезон охоты до стабилизации пожарной обстановки и ввести запрет на посещение лесов. Утро в Рязани выдалось не самым приятным. Большую часть города накрыло смогом. Многие сразу вспомнили 2010 год, когда в округе горели торфяники. Как защитить себя и близких от воздействия гаря? Инструкция от врачей в материале Валерия Седова. Медицинские маски – оружие универсальное, говорят врачи. Это неплохая защита как при ковиде, так и при гаре. Даже смоченная водой обычная маска – уже отличная преграда для концентрации вредных веществ в воздухе. Необходимо по возможности закрывать окна. И помнить о том, что максимальная концентрация гаря как раз в утренние часы. Поэтому окошки можно открывать, конечно же. Но во второй половине дня необходимо завешивать их марлей, обязательно смоченной, или сеткой. А лучше вообще из дома без острой необходимости не выходить, говорят специалисты. Особенно в часы сильного задымления. Правда, в самом помещении влажную уборку лучше проводить как можно чаще. На состояние своего организма лучше обратить внимание пожилым и людям с заболеваниями органов дыхания. Здесь важно особо тщательно соблюдать рекомендации врачей. Необходимо бить тревогу, когда усиливается одышка, когда частота сердечных сокращений повышается, когда необходимость в использовании ингаляторов привычных, каждодневных, она тоже увеличивается. Допустим, если там назначено два вдоха два раза в день, а потребность увеличивается до 6-8 раз, это является сигналом для обращения за скорой медицинской помощью и обращению к врачу. Однако все эти прелести задымления могут почувствовать и вполне здоровые люди. Если стал мучить сухой приступообразный кашель, кашель с трудноотделяемой мокротой или того хуже, приступы удушья и частая дышка, стоит также обратиться к врачу. А если есть возможность уехать из задымленной местности, то лучше ею не пренебрегать. Здоровье дороже. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Погода внесла коррективы и в открытии фестиваля «Небо России-2022». Праздник воздухоплавания стартовал в Монастырском саду Кремля, однако зрители остались без шоу. Взлететь участникам фестиваля помешал шквалистый ветер. После эпидемиологических мер это мероприятие стало долгожданным. Народ заполнил весь Монастырский сад и Кремлевский вал. Конечно, в связи с ветреной погодой аэростаты так и не наполнились и не поднялись в небо, но праздничная атмосфера и радость все равно витали в воздухе. В этом году свежий ветер. Свежий ветер. Сегодня мы летали скорость. Ветра была 40 км в час. Слава богу, у нас хорошая, большая летная зона по югам. В общем, мы можем позволить себе часовой полет при любой скорости. Это будет красной нитью идти через все соревнования. Погода не помешает проведению спортивной части фестиваля. Это Кубок России. Это рейтинговое мероприятие, которое внесено в единый календарный план соревнований. По итогам его будет сформирована сборная России для участия в международных когда-то соревнованиях. Количество заявившихся спортсменов 20. Приехало 16. И фестиваль, то есть те, которые просто любят полетать, их приехало 6 человек. Среди соревнующих сирязанские пилоты. Выражают надежду, что родные пенаты поспособствуют выступить достойно. По итогам предыдущего чемпионата России я в средний литер показываю. Я думаю, что и тут покажу в средний. Хотя в прошлом году стены помогли и небо. Я занял второе место. Я думаю, в этом я чуть повыше поднимусь. Потомственный пилот Владимир будет соревноваться с такими асами воздухоплавания, как Иван Миняйло, Сергей Латыпов, Дмитрий Жохов. Каким будет спортивный зачет, покажут в ближайшие дни. Ведь уже сегодня состоялись первые спортивные полеты. Мы желаем рязанским воздухоплавателям побед, а зрителям удачной погоды, чтобы возможность наблюдать проплывающие в небе шары, все же случилось. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». И в завершение огненной темы. В честь двухсотлетия со дня образования пожарной охраны Рязанского края региональная МЧС запустила цикл фильмов-воспоминаний. В этот раз своим опытом в тушении пожаров 80-х-90-х годов делится ветеран пожарной охраны Рязанской области Алексей Чапуряев. О громких пожарах и необычном опыте расскажем далее. На этих архивных фотографиях Алексею Чапуряеву нет и 30-ти. Это сейчас он ветеран пожарной охраны. А тогда молодой парнишка занимал должность старшего пожарного. В 88-м, вспоминает, вызвали пожарный расчет на тушение комбикормового завода. Горели 30-метровые банки с хлебом. Тушили их методом замораживания. Сверху заполняли углекислотой, 90-литровые баллоны, которые носили по коммуникациям наверх. Следом готовили атаку пеной. Ею заполняли весь объем банки. А снизу уже выгружали хлеб. Пропаривали и вынимали горящее зерно. И тут обрывает рукав. То есть одна банка не заполняется пеной. А уровень, когда зерно горит, выделяется метанолудородом. То есть это достаточно взрывоопасная концентрация. И вот мы понимаем. И тут, наверное, все рекорды побили по замене рукава. То есть рукава были у нас в запасе. Готовы. Убрали порвавшийся рукав. Заменили на нормальный. Продолжили пеной атаку. Алексей на службу пришел в 84-м. Тогда было принято передавать опыт молодым не только в учебных кабинетах, но и на реальных возгораниях. Когда поняли, что смена готова, допустили дотушение пожаров и новичков. Но перед этим было небольшое крещение. Довольно необычное для простого обывателя. В то время, пока Алексей разбирал строительные конструкции сгоревшего дома, он попал под перекрестный огонь из нескольких водяных стволов. Так крещение было пройдено. Сотни пожаров и десятки спасенных жизней будут уже потом. Впрочем, некоторые Алексей Чапуряев помнит особенно отчетливо. Например, как эвакуировали пожилую неходящую женщину со второго этажа горящего дома. Пришлось нести по трехколенной лестнице. И мы вдвоем ее оттуда снимали. Из задымленного уже, из горящего помещения снимали по этой лестнице. Я запомнил, как никогда боялся ее упасть сам, потому что держаться нечем. Он ее там придерживал сверху. Я придерживал снизу, переставляли ноги. Ну, буквально там на руках, можно сказать, спасали. Вот. И вынесли ее. Со второго этажа. Руки и ноги тогда дрожали не столько от физической усталости, сколько от психоэмоциональной. Алексей с улыбкой вспоминает, что тогда их с коллегой хотели приставить к награде. Если бы не один казус. Во время ликвидации огня к пожарным подошла жительница дома, которая стала раздавать советы. На вежливые просьбы советчица не отреагировала. На грубые тоже. Пришлось, говорит, отгонять с помощью пожарных стволов. К награде не представили, журить сильно тоже не стали. Сошлись на том, что отправили Алексея Чапуряева на федеральную радиостанцию дать интервью. Сейчас все это уже воспоминания о веселых и необычных ситуациях. Как, например, выжигали старые дома на улице Горького по поручению райисполкома, потому что бульдозером к ним не подобраться. Как работал в кадровой службе. Как спасал людей из огня. Все это тонкости службы, которую за героизм не считает. Работа такая. На этом у нас все. Еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова